Почему ты с ним жила, если он тебя избивал, изменял и все это было? Объясняю, потому что я была сломлена. О личном откровенно и не таясь. Лейли Асановой в девичестве Кашиповой к публичности давно не привыкать. В 1998-м она выигрывает первый в республике конкурс красоты «Мисс Татарстан». Спустя год входит в десятку финалисток конкурса «Мисс России-99». После становится ведущей одной из программ на местном телевидении и женой известного бизнесмена Алексея Асанова. Ей и остается на протяжении 12 лет. После громкий развод – череда скандалов и обвинений. И личные дрязги некогда близких людей так бы и остались личными, если бы неожиданно не вышли за границы бывшие ячейки общества. Лейла Асанова публично обвинила бывшего супруга в изнасиловании. Сексуальный контакт был против моей воли, под давлением. И я решила, что это последний раз. Я написала заявление об изнасиловании. 17 гематом наставил, причем гематомы довольно-таки профессионально были, как следователи мне сказали, поставлены. То есть на внутренней поверхности бедер, еще что-то. Ну, синяки просто, товар, кара порча. Да, экспертиза показала, что там 5-7 дней они уже как бы были поставлены. Мое дело развалили. И он подал на меня на лжедонос. Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена 306-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за данное преступление предусматривает либо штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо вообще лишение свободы на срок до 3-х лет. Когда свидетельница Лелы Асановой на суде неожиданно отказалась от показаний, а синяки оказались вовсе не от рук обвиняемого бизнесмена, дело приняло совсем иной оборот. Теперь в роли обвиняемой оказалась сама, некогда потерпевшая. А общественность раскололась на две части и разразилась тирадами в обе стороны. Хотела мужа на зону отправить и все имущество отдать, а ей всего лишь штраф 50 тысяч дали. Сейчас позвонили с телекомпании, буду давать сегодня интервью по этому поводу. Я не буду прятаться от людей и здесь тоже могу ответить на все вопросы. Не прячься, надо было тебя посадить за твой синячок. Ого, можно запастись попкорном. Еще бы, конечно, бывшего мужа в чат позвать. Вообще супер будет. То есть две самые паршивые статьи от наркотики и изнасилования. Ну, свечку же никто не держит. И женщина, если говорить, значит так и было. То есть ей всегда суд верит. Вот, а суды у нас по статистике 2% выносят всего лишь оправдательных приговоров. Ну, вы попали как раз в 2%. Ну, повезло, да, повезло. Прямо реально повезло. Мне и адвокаты говорят, и говорят, ну, рубашки наделся. В итоге Верховный суд Республики отклонил апелляцию обеих сторон, оставив приговор ниже низшего предела в отношении лжесвидетельницы. Штраф в 50 тысяч рублей без изменений. Да, я сейчас судимая, благодаря Алексею Юрьевичу. Я сейчас судимая. Потому что я пыталась доказать то, что сексуальное насилие было. Было и физическое, и психическое на протяжении 12 лет. Да, 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 да. И что твердить, я родилась при этом, да? Нормально. По словам экс-супругов, обжаловать решение Верховного суда Республики они уже не намерены. Алексей Асанов считает наличие судимости для бывшей жены достаточным наказанием за зже-донос. А Лейла Асанова готовит новый иск в суд на определение места жительства всех четверых ее дочек. И именно с ней. Пока с мамой находятся лишь младшая и старшая девочки. Две средние сестренки живут у отца. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.